всем привет это первое видео но рублики новости тяжелоатлетики где буду рассказывать о новостях которые будут проходить в россии за рубежом информацию я беру из youtube каналов и из средств массовой информации в интернете из каких-нибудь других ресурсов с форумов сайтов федераций но хочу предупредить что я не профессиональный диктор поэтому ничего заучивать не буду и читать бегущую строку смотря в экран поэтому буду смотреть и находить живые новости на экране монитора и читать оттуда что касается youtube каналов я просто буду рассказывать коротко какой канал что за видео и о чем он рассказывает все эти видео я размещаю на сайте мер тяжелоатлетика как и любую другую новость которую вы помимо того той которую я вам расскажу я же не могу там стопроцентно но всех новостей вам озвучивать я буду рассказывать основные наиболее важные все их можно будет найти прочитать увидеть опять же на сайте мер тяжелоатлетики и приступим к самим новостям так как это первое видео я возьму за основу ближайший там двухнедельной давности какие-нибудь новости например в тренировочном процессе есть видео канал веселая наука в ютюбе видео называется становая тяга или тяга сумма я понимаю что для тяжелоатлетики тяга сумма абсолютно безразлично но там рассматриваются разности в углах в движениях и вот тем тем кому будет интересно вы полюбопытствуйте там очень интересно рассказано про амплитуды про углы рабочие и в какой-то степени ну в тяжелоатлетике же нету одной только тяги мы выполняем разнообразные тяги и в какой-то степени вы будете немножко подкреплены важностью выполнение тех или иных упражнений что касается тяг а другое видео также касающиеся тренировочного процесса пока это то о чем я говорю напрямую не касается тяжелой атлетики но в какой-то степени мы же не обязательно должны кукурировать свой успех только какими-то базовыми упражнениями базовыми знаниями мы все равно должны по чуть-чуть что-то узнавать любую информацию которая может нас прямо или косвенно касаться и вот в том числе есть видео опять же канал веселая наука называется сколько раз в неделю качать одну группу мышц где рассматриваются объем тренировки интенсивность в при этой тренировки и рассматриваются плюс плюс или минус того или иного подхода и если вы посмотрите видео то немножко будете понимать принцип тренировки пусть даже одной группы мышц но так или иначе все равно в тяжелой атлетике присутствуют тренировки там на о фу п либо какие-нибудь изолирующие упражнения при определенных подготовках при во время травматизма или восстановления так что в любом случае вам будет это интересно или пригодится далее качнемся техники есть видео алексея тарухтия называется толчок в ножницы демонстрации движения с разных углов тарухтий и вот что мне привлекло и понравилось вот вот такие видео которые делает тарухти в этом ролике они демонстрируют толчок в ножницы толчок с груди и показывает углы рабочие участки тела организма какие в какой момент работают то есть очень наглядно показывает ну активацию движения можно так сказать в данном при выполнении данного упражнения дальше коснемся допинга и анти допинга на сайте федерации тяжелоатлетики есть новости по поводу дисквалифицированных спортсменов такие есть это сармат хасцаев агичик олег немцева анастасия хибалов мухаммад киреев ренат не буду рассказывать кого на какие сроки дисквалифицировали все понимаете что ну сроки стандартные поэтому тут нет смысла рассказывать тут разница только просто кого в каком месяце отстранили и вот интересная информация про косово он был дисквалифицированы 4 года до конца девятнадцатого года и вот в то время четыре года назад когда он был дисквалифицирован он через некоторое время написал заявление что уходит из спорта а потом через некоторое время опять же возвращается в спорт и он думал что то время когда он был как бы не спортсменом ну не официальным спортсменом это время шло в зачет этих четырех лет оказалось что не так и к сожалению международная федерация пересчитав вот эти то время когда он отсутствовал скажем так как спортсмен его срок продлился к сожалению до апреля двадцать второго года то есть практически на два с половиной года вот если так на скидку просто покинул теперь что касается просто анти допинговых новостей международная федерация реабилитировала скажем так виталия мутко которого в свое время она дисквалифицировала пожизненно но сейчас его его оправдали полностью и он вполне свободно может вернуться к работе и соответственно сняв все подозрения с виталием мутко он также автоматом снимаются все подозрения которые проводились производились на сборную россии неважно какого вида спорта следующая новость я думаю будет кому-то интересно может быть кто-то даже не знал что каждая страна выплачивает ежегодно в аде сборы 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 и в долларах и эти суммы на мой взгляд огромные информация такая что в 2020 году россия выплатит в аде взнос в размере 1 миллион 22 тысячи если так как углить долларов сша и еще одна новость новость про новинку новинка заключается в том что любой спортсмен тренер вообще любой человек если он как бы в теме спорта высших достижений знаешь такое допинг и борьба с ним и можно пожаловаться в русаду написав письмо или звонком можно пожаловаться на какого-либо спортсмена на нечестную борьбу на тренера на какой-нибудь процесс который происходит ну который не входит как бы в рамки один домик правил и вот есть свежая статья она называется представитель русада работе с осведомителями где он говорит указать на лжеца это нормально это и есть принцип играй честно и здесь статье здесь ему задают вопросы такие можно сказать социальные вот что касается русского менталитета давайте я зачитаю корреспондент задает вот такой вопрос для простых смертных грань между тем как работают с информаторами в оперативно-розыскных мероприятиях и тем что делаете вы несколько непонятно поясните и ему отвечают нам неравнодушные люди сообщают информацию и мы ее отрабатываем это письменное или устное обращение на которое мы как антидопинговая организация реагируем если эта информация нарушение уголовного законодательства направляем ее правоохранительные органы и здесь вот статье есть такая информация кроме того есть пункт 1 антидопинговых правил позволяющие сократить срок дисквалификации за существенное содействие в раскрытии нарушений то есть спортсмены или иное лицо находящиеся в обработке результатов с нашей стороны может сообщить об известных ему фактах нарушений если они будут доказаны получить смягчающие санкции и дальше корреспондент спрашивает а возможно ли добиться полного как бы оправдание и ему отвечает что нет она может быть только смягчено но виновный все равно понесет наказание и так же корреспондент задал вопрос платятся ли деньги осведомителем где представитель русады ответил что нет нет не платится потому что ну было бы удивительно внести в смету расходы ну предоставить их минфин расходы на оплату работы осведомителем далее рассмотрим что касается травм лечение профилактики травматизма я нашел разместил ютюбе есть канал хэви метал джим ролик называется болят плечевые суставы вопрос все вращательной манжете плеча где рассказывается строение плеча как она работает при выполнении тех или иных движений очень интересно и познавательно и я думаю что это поможет вам при восстановлении или при посттравматизме также в этой рублике я разместил видео которое называется грыжи протрузии травмы отвечает остеопат дмитрий симкин размещено это на канале в ютюбе мясо по госту краткая информация у него в роликах в ролике в этом прочитаю почему не не работают honda протекторы как сохранить здоровье суставов травма как быстрее восстановиться остеохондроз как избежать протрузии грыжи позвоночником а можно их можно ли их вылечить пояса и корсета для тренировок как носить правильно это я вот перечислил самые важные не стал читать все подряд так что я думаю что уже по этим тем более видео всего лишь 21 минуту я думаю что будет интересно и познавательно я сам с удовольствием посмотрел действительно интересно тем более это об этом рассказывает не какой-нибудь блокер спортсмен на своем личном опыте а остеопат то есть непосредственно врач следующий раздел это спорт и организм здесь я размещаю информацию любую информацию которая интересна нам спортсменам просто в виде дополнительной какой-то информации которая будет полезна нам при тренировках там либо восстановление или обычной жизни и youtube канале evolution yeti его ролик физиология спорта отличие мужчины и женщины советую всем посмотреть где где рассказывается о разнице муж мужского организма и женского и рассматривается с разных номер механизмы энергообеспечения обмена веществ метаболизм и вам будет интересно либо инструкторам либо тренером будет интересно либо вспомнить либо оживить те знания чтобы все-таки была какая-то разница потому что я знаю и наблюдал когда один тренер тренируя мужчин и женщин тренирует одинаково но все-таки разница есть и женщине должен быть индивидуальный подход ну и ровно как как мужчине поэтому посмотрите будет что-то полезно следующая рубрика это питание питание и ютюб канале опять же evolution yeti канал называется видео называется клетчатка для похудения отруби и я с интересом вот он очень интересный и понятно рассказывает вот о многих вещах что касается тренировок питания и вот с интересом я послушал про клетчатку оказывается она нужна не только определенному какому-то рангу спортсмену да в нашем понимании при разных каких-то моментах подготовки но оказывается она вообще полезно полезно спортсмену прежде всего поэтому посмотрите видео 8 минут это немного рубрика спортивное питание тот же тот же канал evolution yeti видео называется читмил читмил это день разгрузки психологические загрузки себя едой то есть те кто сидят на диете кто готовится к соревнованиям и соблюдает определенную диету либо что касается допустим женского контингента спортсменов которые возможно ориентируясь на то что чтобы хорошо выглядеть всегда и заодно оставаться в определенной весовой категории периодически или систематически сидят на определенной диете и соответственно использует читмил вот спортсмен рассказывает о своем опыте а свой опыт это это гораздо лучше каких-то знаний которые не посвященный человек просто рассказывать а он рассказывает о своем опыте рассказывает о плюс какие плюсы и минусы как сделать лучше и как избежать каких-то негативных моментов следующая рубрика допинг и анаболические стероиды такая очень скользкая тема тем более касающиеся тяжелоатлетики где с учетом олимпийского вида спорта допинг находится в табу и я специально эту рубрику в скобках назвал злого о котором но о котором надо знать естественно я не буду рассказывать о новостях касающихся допинга но в любом случае спортсмен который систематически тренируется он должен если обычный человек один раз год должен наблюдаться у врачей то спортсмена в любом случае должен проходить обследование сдавать во всяком случае сдавать анализы например кровь на анализ общий анализ крови поэтому я буду рассказывать о тех вещах которые могут коснуться вот этой области и я разместил видео видео в ютюбе антон южаков называется канал само видео называется самая частая побочка и где рассматривается гематокрит и слив крови то есть здесь рассказывается о гематокрите это один из показателей которые вы все можете увидеть когда сдаете общий анализ крови это об этом показатели не надо нигде говорить вы если сдали сдали просто общий анализ крови а он сдается любым человеком если необходимо допустим при устройстве на работу при оформлении медкнижке или просто ежегодный какой-то смотр если вы сдаете кровь и вам врач назначил общий анализ крови там сто процентов будет такой пункт это гематокрит и вот если вдруг как спортсмен при очень больших физических нагрузках это при определенном спортивном питании как вариант это может быть то есть завышен показателя гематокрита и соответственно здесь вот помимо этого видео есть в этом разделе другие просто информация где вы сможете почерпнуть как о снизить этот показатель опять же мега мега ментозно без применения запрещенных средств но зато у вас показания будут в норме и таким образом вы будете оставаясь здоровым недавно закончился тестовый турнир в китае где участвовали наши спортсмены радион бочков и руслан албеков выступили они не очень хорошо есть то есть так можно рассуждать если можно сравнивать допустим первое место это хорошо то вот например бочков занял второе место албегов стал третьим и есть заключение старшего тренера где он говорит я как главный тренер писаревский не удовлетворен результатами показанными спортсменами и такими показателями трудно быть довольным ведь родион сумме набрал немного на три килограмма больше чем тимур наниев на чемпионате россии вот они должны были показать те квалификационные нормативы которые фиксируются в индивидуальных планах подготовки спортсменов к примеру у бочкова там стоит сумма 395 в китае он поднял 388 а албегова 415 где он поднял в китае 399 и я недоволен теми результатами которые они показали на олимпийском помосте в токио и есть информация по поводу премий которые будут выдаваться призерам чемпионатов мира но эта информация не точная это пока только предложение в общественную палату для рассмотрения но я думаю что ну рассмотрит в положительную сторону потому что все понимают что спортсменам надо помогать спортсмены тратят свое здоровье например за первое место предлагается выплачивать 500 тысяч рублей со 2 250 за 3 200 сейчас на чемпионатах мира спортсмены получают 224 112 и 67 соответственно то есть предлагается поднять практически два раза чуть выше вот за первое место практически в два с половиной раз и также предлагается увеличить вот эти денежные вознаграждения и для тренеров которые привели вот этих спортсменов в призеры и сказано суммы не надо не называются сказано что до установленных для спортсменов то есть вполне возможно что да аналогично тех же тем же сумму и следующая новость это с канала youtube гераклеон называется круглый стол о пути развития тяжелоатлетики . создание сообщества железная лига и здесь видео сергей александович еремин рассказывает как раз о том что создана сообщество железная лига что она как это называется вылетел из головы официально оформлена в министерстве ну и также пути развития чужой атлетики то есть послушайте 12 минут это недолго далее раздел интервью спортсменов и тренеров и хочу рассказать о видео скотникова виталия федоровича эти видео я размещаю на своем канале называются они скотников в мире только одна система подготовки штангистов советская и я размещаю интервью очень длинные я размещаю частями по мире редактирования потому что ну есть что редактирует там паузы какие-то остановки потому что видео очень длинные там было снято три или четыре часа но впоследствии после того как будут готовы все части я соответственно сделаю выпущу одну большую часть где тому кому будет интересно может либо скачать либо разместить это у себя на странице и иметь под рукой не вот эти все кучу частей а вот одну далее рубрика сами соревнования и вот что касается олимпиады двадцатом году в токио я уже собрал много информации вот все что размещается на самом youtube канале токио 2020 и вот что касается этих соревнований я разместил уже много информации информацию как печатается медаль как она выглядит как создавалась медаль как создавался факел как готовился факел как он выглядит кому интересно можете зайти по любопытствовать и вот последнюю информацию которую я разместил это окр получил официальное приглашение на олимпийские игры то есть россияне выступят под своим флагом это говорит о том что окр это олимпийский комитет россии получил приглашение от международного олимпийского комитета и вот та информация которая размещается в интернете где какие-то федерации или комитеты пытаются свои ноты протеста отправить был был получен ответ что все они беспочвенные и не но не то что беспочвенная а они все эти ноты протеста они не имеют веса по сравнению как бы с общим статусом который предоставляется стране напомню олимпиада в токио состоится с 24 июля по 9 августа двадцатого года и опять же кусту касается соревнований я уже говорил вот что касается международного международного турнира в токио отборочные на олимпиаду в разделе мир я разместил и продолжаю размещать видео с этих соревнований кому будет интересно можете зайти посмотреть также есть статьи касающиеся наших спортсменов выступил тренер писаревский старший тренер рассказал свое мнение то про женскую сборную я информацию такую не нашел но нашел интервью тренера который сказал следующее мы неудачно выступили на турнире мы были готовы на большее но почему-то у нас было какое-то сонное состояние словно никак не можешь проснуться кстати такое же состояние было на чемпионате мира в пятнадцатом году в хьюстерне хотя мы тогда и выиграли пока мне это трудно объяснить будем думать как все это исправить и вот получается что сам тренер женской каширин высказал свое мнение что выступили плохо писаревский сказал плохо но почему-то на сайте федерации тяжелоатлетики россии информация немножко другая она немного зауалирована привязана не к спортсменам а как бы к общей атмосфере я сейчас зачитаю и сразу все поймете перед нашими спортсменами на турнире в токио стояла задача опробовать олимпийский помост как в тренировочных так и в соревновательных условиях и проверить себя в другом климатическом и часовом поясах сказала гапитов я думаю что эти цели достигнутые и психологические атлеты если попадут на олимпийские игры будут выступать в уже знакомом месте апробации условий можно сказать прошла успешно если будут выявлены какие-то помехи то мы будем их устранять в ходе подготовки к олимпийским играм у нас есть четкое понимание того что нам нужно сделать для успешного выступления через год на олимпиаде и не может не радовать то что все наши штангисты стали призерами турнира вот видите получается что федерации все отлично хотя я не могу судить федерации виднее но судя по тексту который говорился получается что на соревнования что поедут имя кандидаты именно эти спортсмены албегов бочков каширина и пасхина и больше никто если если они поехали ощутить себя на олимпийском помосте а если поедут другие то они будут в те в таких же новых условиях вот не 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 понятно непонятно какая-то двузначная какая-то информация завуалированная а далее что касается соревнований в странах например в белоруссии прошел про прошел чемпионат белоруссии в конце прошлого месяца и только только вот я стал размещать видео так что кому будет интересно видео есть наконец-то федерация тяжелоатлетики белоруссии начала размещать выступление своих спортсменов в соревновании чемпионатов и кубков и мы можем не только на европейских и мировых соревнованиях смотреть на белорусских спортсменов но и на их внутренних соревнований и соревнования которые прошли это чемпионат россии в новосибирске хочу большое спасибо сказать алексея александру большому и кириллу барину которые отсняли много материала про эти соревнования размещают их ютюбе я прям с удовольствием смотрел их интервью выступление наших спортсменов а потому что к сожалению хоть кто-нибудь покажите мне например многочисленные рассказы в средствах массовой информации что на федерации тяжелоатлетики на сайте можно посмотреть предыдущие соревнования нажать на имя спортсмены посмотреть его выступление я например не нашел вот я я вроде бы не глупый человек можно даже мне назвать блогером я постоянно в интернете смотрю все эти там ролики захожу на разные сайты я не смог разобраться кто-нибудь помогите мне если такое действительно есть просто я захожу на сайт федерации тяжелоатлетики захожу раздел соревнования вижу эти соревнования нажимаю посмотреть и там только тишина там только плеер где можно было просмотреть прямой эфир и все куда зайти где посмотреть этих спортсменов который там на них допустим забил он не забил а там куда-то нажал и можно посмотреть его выступление там или еще какой-то матвеева например вот мы мне вот этот не нравится вроде бы они федерации стала размещать свои соревнования я бы с удовольствием размещал бы ссылки с их соревнований но к сожалению они какие-то корявые я не могу к ним подобраться далее раздел тяжелоатлеты и тренеры к сожалению на 90 году жизни ушел из жизни дубов михаил иванович те кто не знали те кто не из москвы и зуги и не из области это ветеран великой отечественной войны почетный мастер спорта ссср рекордсмен ссср неоднократный победитель и призер всесоюзных соревнований судья международной категории вижу информации на говорю уже очень много и долго поэтому скажу ключевую касающийся развитие тяжелоатлетики ветеранском движении у ветеранов есть свой сайт называется федерации ветеранов тяжелоатлетики россии где размещается вся свежая информация это есть регламент соревнований размещен на главной странице сайта в новостях сайта это в разделе новости федерации размещен регламент предстоящего кубка россии который пройдет 13-17 ноября 19 года екатеринбурге и скоро в ближайшее время выйдет положение этих соревнований в разделе календарь размещен обновленный календарь на этот год и на следующий двадцатый год так что кому будет интересно заходите любопытствуйте но все на этом все если было интересно ставьте лайки я хотя бы пойму что стоит продолжать и не останавливаться спасибо за внимание что и что и и и и